ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ Миллионы погубленных мирных жизней, и пусть голос его будет слышен, и память о нем пребывает в веках. ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИ ВОЙСКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВОЙСКА НАЦИСТВАНИИ ВОЙСКА НАЦИСТВАНИИ НЕ УПАЛ НИ СНАРЯД, НИ БОМБА, НИ КАКИХ ОСКОЛКОВ. И я, естественно, думаю и говорю, что Пушкин спас мне жизнь. В ночь на 22 июня 1941 года Нарком ВМФ СССР Адмирал Кузнецов отдал приказ о приведении флотов в боевую готовность. Город Кронштадт, как военно-морская база Балтийского флота, был одной из основных целей Люфтваффе. И одними из первых огонь по врагу открыли зенитные орудия Балтийского флота и ПВО Ленинграда и Кронштадта. 23 июня 1941 года зенитчики открыли боевой счёт, сбив первый вражеский бомбардировщик. Будучи в «Як-клубе», я случайно услышал тарелку «Громкоговоритель», по которой он выступал молотом. С 12 часов дня он тогда публично объявил о том, что немецкие войска обрушили свою силу на Советский Союз и закончил это словами «Победа будет за нами» и так далее. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! На следующий день, все праздники, все встречи, все превратились в прощание. На следующий день я со своими друзьями опять встретился в поезде «Саратов-Москва» по пути в училище. Мы были рады, что мы возвращаемся к своим командовым, к своим друзьям. По пути было очень страшное и неприятное событие. Подъезжая к одной звездовой станции, это было лето, тихо, открыты окна, чудесные погоды. Мы услышали какой-то страшный, нарастающий, звериный звой. Вой! Бурашки по коже прошли. И только когда мы подъехали к станции, мы поняли, что там провожают уже на фронт новобранцы. Собралась громадная толпа провожающих, а многие из них еще помнили Первую мировую войну, Гражданскую войну. Для них все это понятно было, во что выльется все это. И что те, кого они провожают, может быть, уже никогда домой не вернутся. И эту толпу охватил вот это стадное чувство, и во весь голос все завыли. Мы же ведь, когда открыли огонь в начале войны по самолетам, определили, что самолеты были с крестами. А кресты были только в германской авиации. Мы почему-то подумали, что Румыния рядом. Значит, должны быть румызские самолеты. А вдруг немецкие? Почему? И мы пока молотом не объявили в 12 часов, мы сами не знали, с кем мы воевали. В годы войны торпедные катера типа «Д-3» вели борьбу с катерами, минными тральщиками и транспортными судами противника, а также занимались высадкой десантов. За неприхотливость и удивительную живучесть они высоко ценились моряками. Так катер ТК-209 под командованием старшего лейтенанта Кисова в мае 44-го во время атаки на отряд кораблей противника подвергся авианалёту, получив больше 300 пробоин. Моряки не остались в долгу, сбив один из вражеских самолётов. Случилось то, что я не забуду всю свою жизнь. Из Одессы плавсредства выходили в море и шли на Севастополь, и в это время немецкие истребители их бомбили и обстреливали. И вот буксир повёз за собой одну боржу, на которой было до 200 стариков, женщин и детей. Немцы разбомбили эту боржу, в воде болтались массы народа, и мы ничем не могли помочь. Однажды, значит, мы стоим в строе, так, проходит начальник, так, приходит, так, и ведёт вдоль строя, так, и потом спрашивает, как фамилия, как служба, на чего жалуется, так, дошёл до меня. А я был маленьким взрослым, так, и не вырос, он проходит, так, и говорит, как фамилия, я ему назвал Тараненко, значит, так, а как ты попал сюда, я говорю, как, меня призвали, так, нет, 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 всё, его отправить опять на дорашивание, так, а его помощник был, командир отделения, и нам непосредственно командовал нам. Такой добродушный был, так, говорит, сынок, ничего, повоюем ещё. Несмотря на данное моряками ироничное прозвище «Мошка», малые морские охотники типа МО-4 в годы Великой Отечественной войны были одними из самых эффективных кораблей флота. Во время войны они несли дозорную и конвойную службу, а также широко применялись для высадки десантов. Боевая деятельность морских охотников была чрезвычайно напряжённой. Так, за первые полгода войны каждый катер типа МО-4 Краснознамённого Балтийского флота провёл в среднем 100 суток в море. В мае 43-го два катера МО-303 и МО-207 вступили в бой с 13-ю немецкими катерами и после яростной схватки заставили противника вернуться обратно в базу. Оснащённые шумопеленгаторные станции «Мошки» активно привлекались для противолодочной борьбы. Летом 44-го катер МО-103 потопил подводную лодку У-250, а на счету охотника МО-124 две потопленные подводные лодки. Мы даже и не представляли с Колей Шабалиным, что это значит подготовиться или принять себя на военную службу. В военной службе нужен крепкий и здоровый воин, человек. И когда мы пришли на медкомиссию и увидели, что на медицинской комиссии ни одного мужчины, одни женщины, а мы представления не имели, что надо раздеваться и показывать все свои мускулы и всё своё тело, чтобы получить благословение на службу. А женщины сказали «Раздевайтесь, ребята!» Никакого возражения, ничего. С трудом и с горестью мы разделись. В общем, всё, что они требовали, пришлось нам переносить. Во время войны прозывались женщины. У нас, например, на батарее было шесть девушек. Но они обычно занимали места связисты на радио, на телефоны. Ну и вот там санитарные, медсёстры, в общем, вот такая работа. Ну а в пушке женщин у нас и не было, потому что это тяжёлые вещи. Там снаряд 12 килограмм, нужно его заряжать. А интеллект стрельбы нужно 5 выстрелов сделать. Сложно, что-то. И теперь там все механизмы, да, выращать нужно. В первый день войны лидер эскадренных миноносцев «Минск» был направлен на постановку минных заграждений в устье Финского залива. Корабль принял активное участие в защите главной базы Балтийского флота в Таллине, как на море, минируя подходы к гавани, так и на суше. Около 40 членов его экипажа вошли в состав сводного отряда моряков, сдерживавшего наступающие части вермахта. Огнём орудий главного калибра лидер «Минск» уничтожал вражеские батареи. А во время эвакуации сил Балтийского флота из Сталина в Кронштадт корабль входил в отряд прикрытия, ведя контрбатарейный огонь и отбивая атаки торпедных катеров. Во время этого перехода Минск подорвался на мине, но благодаря действиям экипажа и подоспевшей помощи лидера «Ленинград» корабль удалось привезти в Кронштадт. Корабль был отремонтирован после подрыва на мине. Но 23 сентября на кронштадтском рейде получил попадание двух бомб во время авианалёта, вновь был тяжело повреждён и в итоге затонул у причальной стенки. Лишь спустя год Минск был поднят, отремонтирован и вернулся в боевой состав флота. Для стрельб высаживали посты наводки на небольших приборках и корректировали огонь. Немцы обнаружили вот эти наши посты наводки, стреляли по ним. И на один из постов, где я был, попал снаряд. Я оказался в воде на кронштадтском рейде с температурой воды до 8 градусов. Спас меня буксир. Началась у меня фуникулярная ангина, общее заражение крови, воспаление лёгких. И спас меня только пенициллин, который появился, и врачи начали его на мне испытывать и применять. Около 400 мин заграждения выставил лидер Ленинград в первые две недели войны, находясь под обстрелом вражеских береговых батарей и авиаударов. Участник Таллиннского перехода корабль по прибытии в Кронштадт был включён в систему контрбатарейной и противовоздушной обороны города. Последующие два года лидер Ленинград вёл огонь по позициям противника, осаждавшего город на Неве. В операции по снятию блокады Ленинграда корабль поддерживал наступающие в направлении Пулково-Воронья гора части 42-й армии, уничтожая артиллерийским огнём оборонительные сооружения противника. Для артиллеристов была поставлена такая задача. Дежурный корабль должен открыть огонь через... в дневное время, через минуту в ночное время, через три минуты фактически артиллеристы, особенно зенитчики, просидели всю войну на своих боевых постах в ожидании, что противник не нанёс бомбовый удар, не нанёс артиллерийский, если первые обстрелы, понимаешь, по городу, то ответить ему и вывести его из строя, чтобы он не обстреливал. Советские эсминцы проекта 7 и 7У стали самой массовой серией отечественных крупных надводных боевых кораблей 30-х годов. В годы войны «семёрки» занимались сопровождением конвоев, минными постановками, поддержкой приморских флангов сухопутных войск, высадкой десантов, противовоздушной обороной портов и баз. Ровно половина из 36 участвовавших в боевых действиях «семёрок» погибли. Многие эсминцы, получая повреждения во время авианалётов и на вражеских минных полях, спешно ремонтировались и снова возвращались в строй. За активную и успешную боевую деятельность в годы Великой Отечественной войны один эсминец проекта 7 был удостоен гвардейского звания, а ещё четыре награждены орденом Красного Знамени. По прибытию в Хронштадт сначала, значит, было знакомство с кораблём, так, нас пускали на увольнение, значит, там, по городу. Город был опустошённый, так, не было, так, местами воронки, значит, так, под бомбёжек, немецкая, так. Вот по усть-рогатке, где стоял корабль, на усть-рогатке, была тоже стенка, значит, вся была в воронках, кое-дея встречали, значит, это самое местное население, так. Все были эвакуированы во время войны в тыл. В попытках заставить замолчать артиллерию кронштадтских фортов и кораблей Балтийского флота немецкое командование подвергало военно-морскую базу в Кронштадте и Ленинград массированным авиаударом. На борьбу с вражескими бомбардировщиками в небо поднимались самолёты 7-го истребительного авиакорпуса ПВО и авиации Балтийского флота. Сражаясь на устаревших в сравнении с современными машинами Люфтваффе, истребителях И-153, И-16, советские лётчики дали мощный отпор врагу. Именно на И-16 лейтенант Пётр Бринько сбил 16 самолётов противника, защищая Таллинн, Кронштадт и Ленинград. В начале войны военно-воздушные силы, в том числе в состав авиации флота, стали поступать самолёты новых типов. Одним из них был ЛАГ-3, вооружённый 20-мм пушками, обладавший высокой скоростью и живучестью. Эти самолёты были очень эффективны в борьбе с немецкой авиацией. На такой машине лейтенант Игорь Каберов осенью 1941-го сражался в небе над Ленинградом, совершая за день 6-7 боевых вылетов. Знаете, когда вот самолёт летит и его на груди отсоет, он видит, он мандражуёт, тоже хороший. И как правило, батарея стоит на таком месте, она занимает круг где-то примерно 150 метров, вот такой квадрат. И рассчитано там вот так. Ни разу на сцену батарея не попала. Кругом обкидает, а вот на батарее никак, ни разу не было. Правда, осколками были ранее ребят, но чтобы прямо в батарей попал, не было. Потому что там один немец, один самолёт был такой, Е-87-й, который мог пикировать, небольшой самолёт, мог пикировать. И попадал, точно бывает. Он тут в линкор попал, в хороша типа развалил. Линейный корабль «Марат» и однотипный ему линкор «Октябрьская революция», включённый в состав артиллерийской обороны Ленинграда, были одними из главных целей немецких бомбардировщиков. В сентябре 1941-го «Марат» получил серьёзные повреждения, но уже спустя месяц его боеспособность была частично восстановлена, и его артиллерия продолжала вести огонь по противнику. Чтобы уничтожить «Октябрьскую революцию», противник во время сентябрьских налётов сбросил на корабль 450 бомб, добившись всего шести попаданий, которые, однако, существенно не снизили боеспособность корабля. Но не только огнём своей артиллерии линейные корабли помогали остановить наступление немецких войск на Ленинград. Несколько сотен членов экипажа линкоров ушли на фронт в морскую пехоту. В первый день войны расскажу такое, так сказать, положение «Участие стройное». Восьмого числа, когда началась блокада, в эти дни, шестого, седьмого, вот в начале сентябрьской дни, кораблю приходилось стрелять в среднем по 13 раз в сутки. А были дни, когда пришлось стрелять по 20-21 раз. Артиллерия этих кораблей, кораблей, стоящих на Неве, не дала переправиться немцам с левого берега на правый берег не вы. Но они все-таки смогли перерезать дорогу. Со всей страной Ленинград был отрезан. И он оказался в блокаде. В знаменитом Таллиннском переходе, в котором приняло участие 225 кораблей и судов Балтийского флота, флагманским кораблем был крейсер «Киров». Во время похода зенитчики крейсера отбили 32 атаки немецких самолетов. В сентябре корабль огнем артиллерии оказывал поддержку своим сухопутным войскам на Карельском перешейке, обстреливал береговые позиции противника и отражал бесчисленные налеты вражеской авиации. Во время сентябрьских авиаударов на Кронштадт Киров зенитным огнем сбил три самолета, но сам получил небольшие повреждения. Во избежание дальнейших атак крейсер перевели в Ленинград на Балтийский судостроительный завод. В то же время там находился крейсер «Максим Горький», на котором устранялись повреждения после попадания тяжелых снарядов. Обоим кораблям, чтобы избежать концентрированного артиллерийского огня приходилось неоднократно менять позиции. При этом артиллерия Кирова и Максима Горького постоянно привлекалась к контрбатарейной борьбе и поддерживала боевые действия войск фронта. Для разведчика, видите, он находится все время, помните, вот в центре батареи. Опасность в том, что вот я, когда в прибор смотрю, вижу самолет, вижу его бомбы, прибор-то меня сильно вылечит. И вижу, как только бомба оторвается от самолета, и она летит, а вот на приборе там артиллерийское перекрещение такое есть. Есть вертикальные стрелки, есть параллельная стрелка, горизонтальные. Как бомба летит прямо, значит, это бомба моя, моя. А как она отклоняется, значит, вот туда, уж это не моя бомба. Вот, вот тогда бывает вот так вот, весьма, ну, чувствуется, что сейчас, сейчас, сейчас от бахнет. Мы занимали в 42-м году очень небольшой участок обороны на берегу одного из озер. На том берегу базировались немцы, на этом берегу наше подразделение, минометчики, пулеметчики, автоматчики, небольшая такая, ну, хорошо сколоченная группировка. Полуостров, такой полуостров. Этот полуостров был связан с материком естественным перешейком. Ну, буквально перешейк, ну, может быть, там, 50-100 метров, льной, не широкий. При входе на этот перешейк стояла столетняя раскинистая сосна здоровенная. И на вершине этой сосны, раскинув руки, рукава, как крылья, висел морской китель. и мы несколько раз на дню, бывало, проходили вот под этим кителем. Никому в голову не приходило этот китель снять. Это был памятник. Под этой сосной, как, непонятно, во время боев, когда наша зимняя наступательная операция завершилась, изгнали немцев, остался непонятно, как туда попавшаяся противотанковая мина. И на эту мину надо было попасть лейтенанту Жеребенкову. От него ничего не осталось. Только вот по иронии судьбы вот этот морской, синий морской китель. Благодаря совместным действиям сухопутных частей Ленинградского фронта, авиации и кораблей Балтийского флота, находящихся в Кронштадте и Ленинграде в 1943 году, интенсивность артиллерийских обстрелов и бомбардировок существенно снизилась. В начале 43-го в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали кольцо вражеской блокады. Существенную поддержку советским войскам оказала флотская артиллерия. В период с сентября 1941 по январь 1943 корабельная артиллерия открывала огонь 26 614 раз израсходовав свыше 370 тысяч снарядов калибром от 100 до 406 миллиметров. Утром 14 января 1944 года 200 орудий, в числе которых была артиллерия линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров Киров и «Максим Горький», береговые орудия Балтийского флота и кронштадтских фортов обрушили огонь на позиции немецких войск, обозначив начало Красносельско-Ропшинской операции. В ходе этого масштабного наступления 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. В тот день в городе на Неве был дан салют из трехсот двадцати четырех орудий. В Ленинграде тогда стояли корабли Балтийского флота, которые во время блокады города отстреливались и стреляли по немецким частям. После снятия блокады на эти корабли возвращались команды матросы, которые были на берегу на фронте и был задействован дивизион кораблей Балтийского флота, который занимался очисткой от мин Финского залива. Троллением ударных и электромагнитных мин и сопровождением наших транспортов в Паркалаут, финский порт, где концентрировались наши войска, которые потом освобождали Финляндию и остров Гогланд. Освобождение Ленинграда было первым ударом в череде крупнейших наступательных операций советской армии в 1944 году. К осени в ходе масштабного наступления по всему фронту территория Советского Союза была полностью освобождена от немецких захватчиков. Поэтому, когда уходили в запас старослужащие, до сих пор помню слова Якова Сухарева, моего старшего товарища из Центрального артиллерийского Петка, который шутку говорил, Саша, в каждом блокадном доме находятся твои полкирпича, а может и больше. Это в шутку скажено. А я сейчас с гордостью думаю, пусть даже не полкирпича, пусть десятая часть кирпича, но это наш корабль стрелял. Он выводил ту артиллерию, которая стреляла по нам. Она не давала разрушать город. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты подписанием Акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, закончилась. Народы Советского Союза узнали об этом утром 9 мая. Сегодня, отмечая 76-ю годовщину Победы, мы чтим подвиг миллионов людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Мы отдаем дань памяти павшим на полях сражений и тем, кто нашел покой в морских волнах. Для нас огромная честь выразить слова благодарности контр-адмиралу Сигалу Давиду Самойловичу, капитану первого ранга Маслакову Александру Степановичу, майору Назаренко Михаилу Саввичу, капитану первого ранга Старожицкому Виктору Владимировичу, Старшине первой статьи Тараненко Михаилу Михайловичу и всем ветеранам Великой Отечественной войны. Есть люди, которые говорят, что я отдал часть своей жизни морю, а я говорю по-другому. Я получил все, что у меня есть хорошего от моря и совесть, и дружбу, и все хорошее от моря. World of Warships объявляет общий сбор. Мы хотим, чтобы у вас осталось чувство единения и сплоченности и предлагаем поделиться своими историями и воспоминаниями в комментариях. Где служили и как сражались ваши родные? Какие истории рассказывали вам дедушки и бабушки? Какие фотографии остались в фотоальбомах и какие ордена и медали хранятся как семейные реликвии? С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова